Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру черепашки, ниндзя, мутанты. И я начинаю немножко раньше игру, друзья, потому что идет очень интересная акция, вот испытание. И я добрал уже довольно-таки неплохо, друзья, набрал 450 сюрикенов. Вот вчера началась эта акция на сутки, остается 3 часа до конца, поэтому решил, друзья, снять видео. Вот, и, конечно же, нет уже времени с вами советоваться, кого вот ДНК покупать. Ну, давайте-ка я попробую сразиться. Вот, кроме того, друзья, давайте-ка, наверное, я прокачаю наши герои. Уже набрал немножко мутагена. Давайте-ка я улучшу нашего Рахзара. Причем, друзья, давайте-ка я подниму его до 38 уровня и прокачаю его когти. Кстати, это одна из просьб наших подписчиков, чтобы я прокачивал Рахзара до максимума. Ну, что же, буду понемножку его улучшать. Вот, видите, первый, второй и третий способности уже улучшены. Ну, что же, неплохо. Кроме того, друзья, давайте-ка улучшим, вот, переведем на 38 уровень и Крысиного Короля. Вот, кстати, друзья, пишите в отзывах, комментариях, кого улучшать. Вот, Микеланджело было бы здорово. И, конечно же, нужно будет прокачать Лео. Вот, я уже, вот, видите, основной удар Лео до четвертого, лечение до третьего. И нужно будет прокачать еще мечи. Вот этим я займусь, конечно, в следующем видео. Кроме того, друзья, давайте-ка, вот, переведем нашего Зека на 38 уровень. Было бы здорово еще вот его диски прокачать. Конечно же, Микеланджело, давайте-ка я переведу на 38 уровень. Вот так. И еще, конечно же, Карай. Вот, отлично, неплохо. Кстати, вот за Эприл Анил кто-то мне из подписчиков просил, чтобы я улучшал. Кстати, я, друзья, могу улучшить и Криса Бёртфорда. Давайте-ка я улучшу его в третий удар. Вот, неплохо. И давайте-ка еще на оставшийся мутаген прокачаем нашу Эприл Анил. Вот, неплохо, неплохо. И, кстати, вот удар ногой мог бы еще прокачать. Но давайте-ка я пока прокачаю до 29. Ну и либо вот удар, либо 30 уровень. Давайте-ка все же я прокачаю ее удар. Вот, здорово, до третьей ступени. Ну что же, отлично, друзья. А сейчас я, как уже говорил, давайте-ка вот идет сейчас испытание введения. Друзья, я уже собрал 525 сюрикенов. Это, друзья, на 3 дня. Поэтому, друзья, я пока ничего не покупаю. Жду вас именно от отзывов, комментариев, кого введения лучше покупать. Либо по очереди, либо на кого-то тратить. Ну а пока, друзья, давайте-ка остается 3 часа. Я попытаюсь еще добыть 100 очков. И вот будем покупать кого-то из этих героев. Уже нет времени спрашивать вас от отзывов, комментарии. Поэтому вот я буду, наверное, вот так куплю Хана. Вот ДНК. Давайте-ка сразу же это и сделаю. Вот, куплю вот мутагеноида. Наверное, всех понемножку буду покупать. Вот, ну а пока давайте-ка отправимся еще вот заработаем. Итак, вот такие вот довольно-таки непростые противники. Это у нас Бабу Вижу и Рафаэль, и Астрозуб, и вот Рокстеди, и еще роботы. Ну что же, давайте-ка я тоже возьму свою команду. Вот, кстати, я мог бы взять команду, которую предложили наши подписчики. Вот, пользуясь случаем, сразу же передаю привет всем нашим подписчикам, зрителям. Кроме того, особый привет подписчику с именем Рома ТВ Ником и Артуру Маргириан. Ну что же, давайте-ка вот Адриан Масан просил взять интересную комбинацию. Вот Зека. Давайте-ка я возьму его комбинацию. Зекс. Вот. Майкл Ролевой. Потом Эйприл Анил. В принципе, я уже достаточно ее поднял. Поэтому, друзья, я думаю, мы должны все же выиграть. И еще вот Керби Мышь и Рокзар. Вот. Давайте-ка возьмем эту комбинацию. Я думаю, с этой комбинацией мы должны выиграть. Ну что же, вперед, друзья. Давайте-ка попробуем добыть еще вот 100 очков. И сейчас их потратим на ДНК. Вот будем покупать вот ДНК героям, чтобы дальше кого-то развить. Итак, Зек бросает диск и наносит урон электричеством. Неплохо. Вот. Бедняжку Эйприл Анил атакуют. Вот. Но ничего страшного. Итак, давай-ка. Микеладжева Ролевой нанесет урон Вантузам. Вот. Думаю, друзья, стоит ли привлекать внимание. Давайте-ка я в следующей волне. А пока попробуем добить от них роботов вот просто своими силами. И ничего себе. Удар когтями не прошел. Ничего страшного. Керби Мышь сейчас должна добить. Итак, удар Эйприл Анил. Вот. И оказался очень слабенький. Но ничего страшного. Зек добьет. И еще вот Микеланджело должен добить. Да. Вот. Неплохо, друзья. Переходим к следующей волне. Вот. Это уже нас серьезные. Роксты и плюс роботы. Вот. Ну, а сейчас давайте-ка я привлеку. Пусть наш вот Рахзар привлечет к себе внимание. Ну, и попробуем понемножку вот выбивать роботов. По одному. Давайте-ка мы постараемся их как-то послабее. Вот тех. Итак, вот. Зек, я верю, у тебя получится. Да. Вот добил одного из роботов. Давайте-ка добивать остальных. И посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед, Рахзар. Добивай. Ну, кроме того, друзья. Сегодня я еще попытаюсь с вами вот пройти немножко по турниру. Итак, стоит ли лечить? Нет. Давайте-ка еще вот попробуем добить. А потом уже пролечим. Итак, вот, Зек, давай-ка мы в тебя верим, что все у тебя получится. Итак, вредный. Ой-ой-ой. И как это вот добил Роксты и моего вот Рахзара. Я просто в шоке. Я рассчитывал, друзья, что он оказывается мне сильнее. Что он выдержит этого удара. Не выдержал. Вот очень-очень печально, друзья. Вот получилось. Я рассчитывал, что он еще протянет довольно-таки долго. А он, вот, бедняжечка, умер. Ну, вот такая вот неприятная ситуация, честно говоря, друзья. Вот просто-просто в шоке. Как его вот этот Роксты и диск завалил, друзья, не понимаю. Но вот видите, как-то получилось. Итак, давайте-ка я пока этот электрический диск Зека поберегу. Ого-го. Что делать? Как досталось нашей Эппел Анил. Вот, давайте-ка я подлечу нашу Керби-мышь. И нужно добивать этого Рокстаги. Вот, Майкл наносит урон. Зек выстрел из пальца. Вот, очень здорово. И Эппел Анил удар ногой. Вот, неплохо. Вот, Керби-мышь удар. Ну, и сейчас вот понемножку будем пробовать его добивать. Итак, Майкл, мы в тебя верим. Давай-ка добивай. Не удалось. Ох-ох-ох. И Эппел погибает, друзья. Очень печально. Вот, не знаю, друзья, сможем ли мы сегодня вот выиграть в этой игре. Я уже начинаю сомневаться, потому что очень уж здорово достается нашим героям. Вот, двое героев, конечно, послабее вышли. Но вот у меня же был 38 уровня. Все же, все же наш вот Рокзар. И очень печально, друзья, что он погиб. Итак, давайте-ка наносим пока массовые уроны. И посмотрим, что из этого получится. Ох-ох-ох-ох. Немножко наносит урон. Вот. Итак, давайте-ка я, Керби Мышь, пусть нанесет тоже массовый урон. Вот. И как она не добила роботов, не понимаю, друзья. Должна была добить. И вот, друзья, и это проигрыш, друзья. Как ни удивительно. Вот я рассчитывал выиграть. Не удалось. Нужно было все же брать героев 38 уровня. Тогда был бы это более сильный эффект. А так вот я немножко, вот видите, проигрываю. Ну, как-то вот так получилось не очень хорошо. Вот. Давайте-ка попробуем хотя бы. Ага. Вот. И Рафаэль привлекает к себе внимание. Ничего не могу сделать. Не могу ничего сделать. И вот, друзья, проигрыш. Очень печально. Как-то вот так получилось. Хоть и сильные бойцы у меня были. Вот трое игроков. Но, вот видите, не справились. Вернее, четверо. Четверо были 38 уровня. Противник вот максимально 35. И вот не удалось, друзья. Просто не удалось их победить. Вот не всегда более высокий уровень дает победу. Ну, конечно, мне кажется, если бы я взял вот троих игроков, пятерых игроков 38 уровня, у меня был бы больший шанс. Ну, как-то вот так, друзья, получилось. Ну, что же. Печально, печально это все выглядит. Давайте-ка я попробую еще что-то сделать. Итак, давайте-ка я возьму троих игроков 38 уровня. Даже вот так, четверых игроков 38 уровня. И еще возьму Бакстера Стокмана. Вот здесь я, друзья, уверен, что нам удастся победить. Хотя вот с нами против нас будет играть Хан. Он очень плохо делает, наносит урон. Давайте-ка я посмотрю без Хана. Вот, без Хана нету. Вот, везде присутствует Врегина. Правда, здесь 36 уровень, а здесь 35. Нет, друзья, давайте-ка мы не будем сражаться. Давайте-ка я вот потрачу пока очки. И вот поиграю. Вот с вами лучше пойдем в турнир. Итак, давайте-ка я докуплю ДНК Хана. Вот еще я потрачу вот ДНК. На-на-на-на-на-на. Вот, думаю, на кого тратить. На Рафаэля, возможно. Вот, давайте-ка я, наверное, все же сотню брошу на Рафаэля. Хотя, мне кажется, друзья, было бы здорово все же тратить на тех героев, которых я вот смогу перейти на более высокий уровень. Давайте-ка я все же, наверное, пока потрачу на Хана и... И вот на Хана и на мутагеноида. Вот так, друзья, я потрачу. Вот, здорово. Уже я в следующий видео, конечно же, без вас. Хотя, вот, друзья, нужен ваш совет. Вот есть у нас испытание введения. Я уже нашел, я уже говорил, 525 монеток сервикенов уже я набил. То есть, пишите в комментариях, кого из вот наших введений мне покупать. Вот. И согласно ваших отзывов и комментариев, я буду покупать. Но о введении давайте-ка мы сейчас сразимся. Итак, возьму-ка я, друзья, Леонардо, Керби Мыш, Рокзара, вот, Крысиного Короля и еще Микеланджело. Вот, с этой командой я уверен, друзья, что мы довольно-таки здорово справимся. Ну что же, вперед. Вперед, давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Что-то не захотелось мне дальше вот сражаться с вот той командой прошлой части, которая была. Давайте-ка пока сработаем с моей вот этой. Итак, Рокзар наносит урон когтями. Здорово. Вантузам пробуем вот нанести массовый урон. Здорово. Отлично. Итак, Лео добивай-ка. Вот, здорово. Ну что же, неплохо, друзья. Вот, и попробуем еще вот этим роботом справиться. Ну что, Маусеры, по-моему, их называли. Вот, будем надеяться, что и вот со второй волной мы справимся. Итак, вот, давайте-ка пусть Крысиный Король сразу же мозговой волной попытается добить. Да, здорово. Удалось, удалось. Вот, правда, с вот этим саблезубом, мне кажется, так просто все не получится. Тем не менее, вперед, друзья. Давайте-ка попробуем, вот, побыстрее, вот, убрать этого саблезуба. Вот, наносит урон керби-мыши. Ого, тигриный коготь, какой вредина. А как здорово нанес урон. Вот, давайте-ка я попытаюсь все же добить. Вот, керби-мыши, наверное, все же добивай. А потом до Лео дойдет очередь, я подлечу. Итак, Крысиный Король, удар. Хорошо, неплохо. Ракзар тоже удар. Отлично. Вот, давай-ка снимай негативные эффекты. Вот, Микки снимает неэффекты. Здорово. Ого, что делает, смотрите. Вот какой вредина. Ну, а Лео, ты пока подлечивай свою команду. Вот, команда подлечена. Вот, и мы пробуем добивать этого тигреного когтя. Вот, мы тебе верим, Крысиный Король. И да, вот такая вот хорошая победа. Ну, что же, здорово, друзья. Вот, неплохо справились. А теперь давайте-ка попробуем справиться и с вот этой пятеркой. Итак, Ракзар, давайте-ка пусть первый привлеклечет внимание к себе. Вот, здорово. А я попытаюсь, попытаюсь добивать. Вот, давайте-ка, наверное, мы попробуем добить вот кого-то из вот этих бойцов. Попробуем добить первым Ракзара. Вот, нанесли немножко урону. Неплохо. Ракзар привлекает, опять же, в себе внимание. Ну, ничего страшного. Вот наш Ракзар себе, вражеский Ракзар себе. Вот, Керби-мышь. Давайте-ка попробуем нанести массовый урон. Вот, отличнейший, отличнейший выстрел. И попробуем добивать Ракзара. Ага, вот, Крис Бёртфорд пробафил своих, чтобы они больше наносили урона. Ох-ох-ох, что делают, смотрите. Ну, а мы пробуем добивать вражеского Ракзара. И да, вражеский Ракзар, друзья, погибает. А мы пробуем нанести урон Крису Бёртфорду. Вот, неплохо. Вот, отлично. Ну, что же, друзья, очень здорово держится наш Ракзар. Вот, да, и вот так, вражеский Крис Бёртфорд добит. А мы, друзья, давайте-ка, наверное, вот, я думаю, стоит ли подвлечивать. Нет, давайте-ка пока попробуем атаковать. Вот, попробуем добить Саблезуба. Вот, ну что же, супер. И остается всего два противника. Поэтому, друзья, проблем, я думаю, у нас не будет. Ох-ох-ох, какие негативные эффекты, друзья, вот пошли на наших героев. Итак, нужно срочно, вот, пролечить. Либо Крби-мышь. Ну, вот, Леонарда, по-моему, пока недостаточно. Вот, пролечить. Вот, не дошла очередь, друзья. А вот Крби-мышь может пролечить. Давайте-ка мы, вот, пролечим. Вот, да, здорово. Ну, что же, неплохо. А сейчас давайте-ка все же добивать этого Астрозуба. Вот, Саблезуба уже добили. А сейчас, я думаю, мы исправимся и с этим Астрозубом. Вот, конечно, нужно будет еще с ним повоевать. Но уже, вот, мне кажется, довольно-таки здорово мы ему начинаем наносить урон. Итак, давайте-ка общими усилиями его запинаем. Вот, стоит снимать эффекты. Давайте-ка, наверное, все же снимем эффекты. И быстрее добьем противника. Итак, Лео, мы в тебя верим. И да, вот, добивает Астрозуба. И остается у нас только вот этот забавный игрок. Это у нас Ксавер Монтес. Давайте-ка мы его добьем мозговой атакой. И да, победа. Ну вот, друзья, здорово. Еще очередные 100 очков, 100 сюрикенов я заработал. И уже у меня, друзья, будет, по-моему, 600 сюрикенов для покупки черепашек-ниндзя-изведения. Вот, жду, друзья, с нетерпением ваших отзывов, комментариев. И, конечно же, согласно ваших отзывов, комментариев я буду покупать. Правда, дорогие они по 150 сюрикенов. Но, тем не менее, друзья, я уже могу купить 4 ДНК вот для каждого из наших героев. Ну что же, вот, давайте-ка я попробую еще заработать сотню сюрикенов. Давайте-ка попробую выбрать какую-то более слабенькую команду. Нет, ну вот, мне кажется, эта команда послабее. Вот, беру Зека, беру Карай, беру Багстера Стокмана, еще Криса Бертворда. И еще, давайте-ка я возьму, вот, Пиццелисова. Вот, и этой командой сейчас попробуем справиться с врагами, забросать их вот интересными вот этими пюшками. Я думаю, все у нас должно получиться. Итак, Зек первым делом наносит урон электричеством. Ох, как здорово, молодец. И Карай добивает Кунаи. Ну вот, смотрите, какое хорошее начало. Вот, супер, просто-просто здорово. Очень-очень хорошо. Но вот сейчас этим бибопом, конечно, нужно будет немножко проиграться. Уж очень он агрессивный, очень здорово наносит урон. Но я пока пробафил наших героев. И вот наш Багстер Стокман наносит хороший урон маусами. А Пиццелисы сейчас забросают всех раскаленной пиццей. Вот, ну просто-просто чудесно. Смотрите, какая классная команда. Как здорово, вот мы проходим вот этот уровень. Ну просто загляденье. Ну вот, а вот здесь уже, конечно же, придется нам, друзья, попотеть. Итак, вот я бы хотел первым делом добить бы вот нашего Багстера Муху. Но Рокзар все равно не даст, привлечет в себе внимание. Друзья, давайте-ка тогда я уберу Рокзара, а потом будем бить Багстера Муху. Итак, удар ногой. И не очень хороший удар, потому что, вот видите, защищен. Итак, да, да, удается мне убрать вражезышковый Рокзара. Ну а теперь давайте-ка будем пробовать вот мочить Багстера Муху. Чтобы не подхиливал, не лечил своих героев. Вот достается нашему вот Зеку. Ничего страшного. Здорово, что он не подлечивал, а вот просто вот так бросался. Ну а сейчас, я думаю, мы его должны добить. Итак, удар нашего Криса Бертфорта, к сожалению, не добил. Ну и Зек, добивай-ка. И да, 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 вражеский Багстер Муха погибает. Ну что же, здорово, друзья. Очень-очень неплохо сыграли. Вот. И вот вражеский Бибоп довольно-таки неплохо нанес урон. И вот бедная Карай погибает. Ну что же, это было очень печально. Очень жаль мне нашу девушку. Ну а теперь нужно как-то вот добивать вражеских героев. Наверное, давайте-ка я попробую добить этого Бибопа. Вот. Друзья, сделал я ошибку, что не взял Хила. Друзья, нечем подлечивать. Вот. Очень... Я, честно говоря, рассчитывал, чтобы были более слабые герои атаковать. А они, видите, вредины атакуют довольно-таки сильных. Вот. И, наверное, сейчас наш Зек погибнет. Вот. Практически, вот видите, здоровья не осталось. Ну что же, это было печально. Это было печально. Ох, 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 ох. Как достается. И так, вот здорово. Мышь Крис Бертфорд добивает. Но очень уж мало здоровья осталось. Итак, давайте-ка попробуем вражеского Криса Бертфорда тоже как-то запинать. Посмотрим, что из этого получится. Вот. И давайте-ка я вот удар ногой попробую нанести. Ох, как здорово получилось. Ну просто супер. Итак, пиццелицей давай-ка тоже. Да, удалось. Удалось ему добить. Ну а сейчас давайте-ка я попробую вот нашим Крисом Бертфордом добить Рокстей. Ну понятно, что победа будет, друзья, за нами. Все же у нас намного выше уровень. Вот на всякий случай еще пиццы забросаем. И так неплохо, друзья. Вот практически победа. Вот удалось заработать еще 200, вот 100, 100 сюрикенов и еще 100 сюрикенов. Пока вот достаточно у меня сюрикенов. Я их буду, конечно же, накапливать и ждать ваших отзывов, комментариев, чтобы подкупать ДНК черепашек ниндзя-введения. Ну что же, очень-очень даже неплохо все здорово у нас получилось, друзья. Отлично. Вот давайте-ка. Ага, появилась, друзья, у нас еще тайная колода. Давайте-ка я ее тоже соберу. Посмотрим, что интересного появится. И вот множество плюшек, пицца, монетки, которые удваивались благодаря подписке. И еще ДНК Хана вот попало к нам. Ну что же, это просто супер. Интересно, сколько у нас уже ДНК Хана накопилось, друзья. Давайте-ка я посмотрю. Вот 13 из 15 и еще 2 ДНК было бы здорово, друзья, взять. И мы могли бы, вот наш Хан бы уже перешел бы вот на вторую звездочку. Ну пока как-то вот так. Ну что же, очень неплохо, друзья. А сейчас давайте-ка мы пройдем с вами в турнир. Сейчас я нахожусь в элите на 10 месте. Вот правда не знаю, какие сейчас идут бойцы. Но давайте-ка я возьму несколько игроков 38 уровня. Хотя бы, чтобы посмотреть, что там за герои. Хотя, мне кажется, там должны быть послабее. Вот. А давайте-ка, друзья, знаете, как мы сделаем. Давайте-ка я возьму кого-то и слабенький, и кого-то и сильненький. Хотя лучше не рисковать. Так, давайте-ка я возьму зэка. Давайте-ка я возьму вот... Возьму кого-то. А давайте-ка, друзья... Ага, команда, кстати, подписчиков не пройдет. Думал взять команду из подписчиков. Давайте-ка я возьму вот одного 38-го и несколько героев более низкого уровня. Вот. Пусть это будет Змей Кьюн. Пусть это будет вот... Пау Кус. И давайте-ка я возьму еще, друзья, Эпил Анил. Вот. Возьмем, поем вот этой команды. Итак, посмотрим, кого же нам подберут. Итак, какую же команду нам подберут? Я надеюсь, что не очень сильную. Вот. Нет, друзья, должны выиграть. Должны выиграть. Все же команда не сильная. В принципе, все здорово. Отлично. Я уже знаю... Буду знать, какие противники у нас могут выпадать. Итак, Зэк первый наносит урон своим электрическим дискам. И вот такая вот красота. Ну, просто здорово. Отлично. Итак, давайте-ка мы сейчас попробуем добить кого-то из противника послабее. Вот. Давайте-ка добьем вот эту черепашку 27 уровня. И вот еще нужен один удар. И все будет здорово. Ага. Вот. Пробафил она черепашек себя. Вот. Ну, а мой Змей Кьюн должен нанести хороший урон. И... Да. Вот первая черепашка погибает. Неплохо. Ну, а сейчас давайте-ка я попробую атаковать Хана. Давайте-ка мы попробуем вот убрать Хана. Вот он бывает наносит такие негативные эффекты, что это просто ужас. Так. Итак, Зэк выстрелил из пальца. Да. И вражеский Хан погибает. Ну, что же. Остается только тигриный коготь. И еще вот с серпами. Ну, я так думаю, что с серпами это, друзья, у нас все же Рафаэль. Хотя вот он должен быть Сусай. Хотя вот у него какая-то желтая, оранжевая повязка. Наверное, все же это Микеланджело. Итак, давай-ка Эйприл подлечи немножко. Жаль мне по укуса. Ну, и давайте-ка, друзья, добивайте этого. Скорее всего, что я думаю, это вот оранжевая повязка, что это Микеланджело. Хотя, вот интересное оружие у него. Вот, в принципе, у Микеланджело должны быть оружие научаки. У этого вот такие вот серпы. Ну, что же, здорово, друзья, победа. Вот, интересно, перейдем ли мы с вами в Самураи. Вот, нет, не перешли. Но сейчас, я, друзья, уверен, с вами перейдем. Итак, вращаем колесо элиты. И мы получаем с вами, ну, вот, 16 кусочков пиццы. Хотелось бы, конечно, больше, но пока как-то вот так. Но зато получаем бонусный мутаген. Ну, вот, здорово, вы все видели, друзья. Теперь нам нужно брать бойцов 38 уровня двоих, а двоих 30, чтобы выиграть в этих сражениях. Итак, давайте-ка я буду подряд брать. Вот, буду брать Макмэна, буду брать Джастина. И буду брать кого-то из 38 уровня. Итак, пусть это будет Карай. И это пусть будет еще вот Микеланджело. Вот так. Здорово, вот такой вот командой попробуем сыграть. Ну, что же, вперед, друзья. Вот, посмотрим, как удастся нашим героям справиться. И так, подбирает, подбирают нам противника. И вот 30, 30, 31, 32. Вот, все же, я, друзья, думаю, победа будет за нами. Все же, у меня игроки немножко сильнее. Но, тем не менее, будем пробовать. Итак, Карай первый наносит удары Кунаи. Вот, неплохо. И вот наш Микеланджело-ролевой наносит урон Вантузам. Ну, что же, супер. Ну, и нужно, друзья, добивать. Ого-го-го. Итак, что же делает наш вредный? Вот это у нас... Это у нас, друзья, я вижу Кэсси Джонс. Вот, мне нанес немножко урона. Но ничего страшного. Итак, давай-ка, вот, вредный этот наносит... Вот, Рахзар привлек себе внимание, оскорбление. Но ничего страшного. Сейчас мы... Ого-го-го. Что сделал Старенко? Вы видели, друзья? Я просто в шоке. Ну, хорошо, что у нас есть Джастин. Вот так здорово нанес урон кислотой. Но почему-то мало, друзья. Мало. Я просто-просто в шоке, друзья. Должно, я, честно говоря, рассчитывал, что это будет больше. Итак, Карай, давай-ка, нанось урон и добивай Рахзара. Вот, Микки, добивай Железноголового. Ну, и выбейте либо вот Кэсси Джонса, либо вот Старенко. Кого бы нам, друзья, вот первым вот справиться? Ну, давайте-ка, наверное, все же я буду пробовать добивать Кэсси. Вот, итак, давай-ка, Макмен кислотой забросай и попробуем сейчас общими усилиями запинать Старенко. Вот так, Джастин, Микеланджело ролевой и Карай удар своим мечом. Вот, здорово, добило. Ну, вот, отлично, друзья, переходим с вами в Самураи. Давайте-ка перейдем в Самураи и посмотрим, что из этого получится. Вот какие здесь будут более интересные награды. Вот, вращаем колесо элиты. Посмотрим, что у нас выпадет. Итак, вращаем, вращаем, вращаем. И у нас, друзья, выпадает всего-навсего комикс Шок Техно. Ну, зато Мутаген попал. Ну, как-то вот так, друзья. Итак, находимся на элите. Давайте-ка я еще возьму вот Леонарда. Возьму вот давайте-ка Крысиного Короля. И еще возьму двоих вот из вот этой группы. Пусть это будет вот нейтрализатор и пусть это будет Пиццилицей. Вот, не хочу пока я брать вот нашего Бакстера-Муху. Пусть лучше наносит лучше урон. Ну, как-то вот так. Ну, что же, вперед, друзья, в атаку. Давайте-ка посмотрим, что у нас будет. В принципе, Лео у меня есть. Если что, он подлечит. А сейчас попробуем вот этой командой как-то справиться с врагами. Ого! Против нас будет играть Раф. Это будет, конечно же, довольно-таки здорово. Вот, надеюсь, друзья, удастся нам выиграть. Хотя вот сражение будет непростое. Итак, Лео первым. Давайте-ка мы постараемся убрать Крысиного Короля. Ох, немножко, немножко не удалось. Но ничего страшного. Итак, Крысиный Король пусть добивает собрата. Вот, отлично. Теперь нейтрализатор. А нейтрализатор пусть наносит урон Старинка. Вот, отлично. Вот, Пиццилицей пусть забрасывает всех раскаленным сыром. Вот, просто-просто чудесно. И нужно, нужно кого-то добивать. Ох. Вот, что-то рассердился Старинка. Вот, наш Раф, Рафаэль, разошелся. И вот Метагеноид наносит урон. Ничего страшного. Итак, давайте-ка пусть мой... Ага, Рафаэль привлек себе внимание. Вот, оскорблением. Вот, но тем не менее, вот видите, как здорово мой герой, мой Леонардо, вот, нанес урон. Ну что же, довольно-таки слабенькая оказалась команда. Я, честно говоря, рассчитывал, что они будут более лучше сражаться, драться. Тем не менее, вот, без проблем удалось нам их запинать. Итак, давай-ка, Леонардо, добивай. Вот, здорово. Ну что же, хорошая команда. Честно говоря, я рассчитывал, что будет тяжелее. Вот, не так тяжело оказалось, как вот предполагалось. Ну что же, посмотрим, друзья, какая награда будет вот за эту турнирную вот лестницу. Итак, вращаем, вращаем. Вот, колесо элиты. И у нас, друзья, с вами выпадает. Давайте-ка посмотрим, что же выпадет. Давайте-ка продолжу. Ну, и так, выпадает у нас ДНК саблезуба. Три единицы ДНК. Ну, конечно, это же здорово. Вот, ну, хотелось бы что-то другое. Ну, пока неплохо. Итак, друзья, беру Керби Мэш, беру Ракзара и беру вот Бакстера Стокмана и еще Криса Бертфорда. Ну что же, как-то вот так, друзья. Неплохо. И теперь давайте-ка пойдем с вами вот в атаку и посмотрим, что из этого получится. Удастся ли выиграть и вот в этом сражении. Ну, в принципе, я думаю, должно получиться. Вот, да, в принципе, вот видите, не очень сильные противники у нас попались. Поэтому без проблем. Вот мы в самурайской элите сейчас подзаработаем очков. Итак, вперед, друзья. Давайте-ка первым делом я уберу вот Керби Мэш. Вот. Итак, удар Кохотями Ракзара. Очень неплохо. Но, честно говоря, я рассчитывал, что будет лучше. Керби Мэш наносит урон. И еще один хороший удар нашего Криса Бертфорда. И Мэш будет повержена. Итак, удар ногой. И да. Ну вот, хорошие, друзья, вот такое вот начало. Неплохо. Вот, давайте-ка посмотрим, что здесь у нас происходит. Итак, ого. И это у нас один из ролевиков магов. Точно, друзья, прошу прощения, не знаю, кто это у нас. Нужно посмотреть. Но забавный. Отлично. Вот, хорошо. Бакстер Стокман нанес урон своими маусерами. И нужно, друзья, добивать. Итак, давайте-ка попробуем добить вот этого ролевика. Вот, здорово сработал Ракзар. Ну и остальных, в принципе, тоже без проблем уже добиваем. Ну что же, победа, победа, друзья, вот в турнире. Вот, перемещаемся еще выше турнирной лестницы. Давайте-ка посмотрим, куда мы с вами перейдем. Уже с вами. Итак, 30 очков. Перехожу я, друзья, с вами вот в самурайской элите. Лучше 10%. 733 кубка и на 79 месте. Ну что же, давайте-ка посмотрим, какая у нас награда будет. Эх, прошла золотая колода. Ну, вот жаль, друзья, не попало. Ну, как-то вот так. Ну что же, друзья, вот пока все. Пока не с кем мне, друзья, играть. Вот на этом пока вот уже будем. Давайте-ка посмотрим, что у нас делается. Вот, наверное, друзья, на этом уже я с вами буду прощаться. Ага, друзья, вот было бы здорово еще попробовать вот закрыть все же четвертую главу. Давайте-ка я попробую вот сразиться все же в этом бою. Вот, наконец, видео. Вот, не удавалось нам в прошлых видео сразиться. Давайте-ка я попробую. Возможно, все же сейчас получится. Только я возьму не Карай. Давайте-ка возьму Микеланджело Ролевого. Чтобы он снял негативные эффекты гриба. И нам, друзья, было бы здорово вот взять еще кого-то, кто массово наносит урон. Давайте-ка я, наверное, друзья, еще возьму вместо Ракзара возьму Зека. Вот, чтобы он своим диском наносил больше урона. Хотя вот и Карай здорово наносит. Но я все же остановлюсь, друзья, на Зеке. Хотя Ракзар может привлечь к себе вот внимание. Но грибы, вот в последнее видео вы видели, они наносили массовые уроны. Вот есть у меня сейчас три массовика. Вот, надеюсь, что они как-то справятся. Хотя, возможно, чтобы была Карай, это было бы еще лучше. Вот вместо Криса Бертверда. Но пусть будет пока вот такая вот команда. Итак, давайте-ка посмотрим, что у нас получится. Вот, надеюсь, что Зек сейчас сразу же первым нанесет урон. И чтобы меньше нашим героям лечиться. Ох, какие вредины. Смотрите, что делает. Ох, 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 ох. Я просто в шоке, друзья. Вы видели, сколько здоровья уже украли. Ну, это просто кошмар. Итак, удар вантузом. Вот, здорово. И нужно, друзья, пролечиваться. Уже нужно пролечиваться. Вот самое начало видео. И вот какой кошмар. Сколько здоровья уже убрали. Вот, отлично. Ну и давайте-ка поодиночке их добив, выбивать. Вот, первый человек гриб. Второй гриб. Вот, Зек удар. А вот ничего себе не добил. Я был уверен, что добьет. Не добил. Вот, давайте-ка добиваем еще вот этого мутанта. Ну и нужно будет, конечно, с вот этим мутантом справиться. Отлично, отлично. И давайте-ка, наверное, все же я подлечусь. Не буду, друзья, я рисковать, чтобы пойти в следующую волну. Вот, в сражение уже с полным здоровьем. Вот в следующей волне, друзья, очень туго нам придется. Здесь в прошлой части, кто смотрел, очень уже здорово эти грибочки наносили нам урон. Итак, Зек выстрел с пальца и не удалось ему добить. Не удалось добить. Вот, опять же, очень печально. Ох, массовый урон, что делает. И, опять же, наверное, подлечивает, подлечивает совредины. Ну, как-то вот так. Ну, что же, друзья, давайте-ка, вот, нужно, нужно пробафить наших героев. Вот, Кальби, мышь, давай-ка, мы верим, у тебя все получится. Ха-ха-ха-ха. Вот, не то хотелось, что получилось. Итак, давайте-ка мы, наверное, все же будем добивать вот вражеские грибочки. Вот, давайте-ка я добью еще вот этого гриба. Вот, хотя, возможно, ногой давайте-ка добью пока вот этого с зеленой стрелочкой. Вот, промазал. Ну, просто возмущение нет предела. Вот, промазал, промазал наш герой. Вот, достается, очень серьезно достается Зеку. И вот, Зек погибает. Ну, что же, друзья, наверное, все же сегодня не суждено нам вот пройти этот уровень. Вот, довольно-таки здорово досталось нашим героям. И вот, смотрите, что делает. Ну, вот, просто-просто кошмар. Просто кошмар и некого подлечить. Вот, почему так, непонятно, но как-то вот вы сами все видели. Итак, Лео удар мечами и промахивается. Почему промахивается, друзья, не понимаю. Почему он промахивается, ну, почему-то промахивается. Ну, что же, вот, я думаю, то ли наносить удар, то ли пробафать наших героев. Вот, нет надежды, что они восстановятся. Ну, давайте-ка я как-то попробую все же пробафать. Вот, чтобы наши герои больше наносили урон. Итак, попробую вот справиться с вот этим грибочком. И вот, добивать. Нет, как это не добили, не понимаю, друзья. Вот, ага, вот, добивай, добивай. И вот, мы, Микеланджело. Вот, тот, который мне, друзья, нужен был, чтобы снять негативные эффекты гриба, тот, друзья, и погиб. Вот, дальше нет смысла. Дальше мы просто с вами не протянем против этого вредного гриба. Итак, неудачный, друзья, состав. Вот, не удалось, вот, выиграть этим составом. Вот, друзья, кто, вот, может подсказать состав из тех героев, которые у меня есть, чтобы выиграть этого гриба, я буду очень благодарен. Ну, а сейчас, конечно же, проигрыш. Вот, немножко, конечно, мы гриба поцарапаем, но, друзья, это не спасет. Вот, смотрите, что делает вредный гриб. Ну, я, конечно, вот, Керби-мышь может подлечить нашего Леонарда. Но, я думаю, это, друзья, существенной роли не спасет. Итак, вот, ох-ох-ох, какой хороший урон. Вот, нанесли грибу. И вот Леонарда, видите, погибает. Ничего не смог бедняжка сделать. Вот, пробуем, пробуем как-то вот нанести урон грибу. Вот, целая куча негативных эффектов. Вот, чтобы была команда, друзья, мы могли бы пока что-то сделать. А так, ничего мы пока поделать не можем. Ну, вот, проигрыш, друзья, как-то вот так. Ну, что же, на этом пока, друзья, я с вами прощаюсь. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, пишите отзывы и рекомендации по вот этой замечательной игре. Вот, всем пока-пока, друзья, до новых встреч.